Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас плюс один и новый ролик. Вот мне тут сообщают с Украины. Сегодня день зимнего солнцестояния. Карачун. Один из самых холодных дней зимы и самый короткий день в году. Ну, насчёт холодных дней я бы не сказал. Холоднее-то всё-таки в феврале, наверное. Самый короткий день, да. И вот Водолейка написала. И написала Оксана. Сегодня день зимнего солнцестояния. Весна починает у нас на ближатеси. Сегодня найдовша ничь. Сегодня самая большая ночь. Ну, ладно. Самая длинная в смысле. Я почувствовал, что-то сегодня прям тянулось, тянулось. Так. Астрономическая зима наступит в северном полушарии 21 декабря. Ну, это как раз вот у нас. И у вас, и у нас, да. Ну, хорошо. Ну, вы знаете, что это такое. Кто-то тут ещё... А-а-а. Мне понравилось. Нина пишет. Доктор. Всегда во всех музеях, театрах, филармониях в основном женщины, а мужички любят диван давить. Я насчёт театров... Ну, в общем, да. Я любил в Саратове ходить в театр, но это меньше. Вот филармония интересна всегда. Там концерты разные, да. Ну, музеи, конечно. Саратов, сколько бы я ни ругал, но там полно и музеев, и театр. И филармония. Ну, филармония одна. В основном женщины, а мужички любят диван давить. И ещё насчёт памятников. В Москве открыли памятник Олегу Табакову. Он там с котом Матроскиным. Очень даже ничего. Посмотрите. Я посмотрел. Да, хороший памятник. Очень даже симпатично. Ладно, едем дальше. Чё у нас тут? В России за сутки выявлены рекордные 29,3 тысячи заболевших коронавирусом. А вроде с утра светилось 28, но нет. Вот 29,350. Ну, почти 30. Да, это рекорд, ребята. Это рекорд. Фуф. В Москве 7797. Главар ФПИ. Спутник 5. Опять обеспечит защиту от нового штамма коронавируса. Он вообще ото всего. От всех болячек. Можно даже прыщики мочить. Всё хорошо. Да, кто поверит. Путин утвердил состав госсовета. Ну, вот какой-то дикий госсовет ещё. В его состав вошли губернаторы, спикеры, псикеры. И, ну, все. Все, короче. Лидеры парламентских фракций. Это жирик, что ли? Гинцбург не исключил появление комбинированной вакцины спутник 5 и AstraZeneca в Российской Федерации. Я говорю, и сверху пивком отшлифовать самое то. Так, бизнесмены в Иркутске установили у здания правительства виселицу. Виселицу. Так предприниматели отреагировали на ограничения, введённые чиновниками в условиях пандемии. Под виселицу участники акции поставили на табуретку чучело, олицетворяющее бизнес. К активистам приехали сотрудники полиции. О задержаниях не сообщается. Союз пациентов заявил о дефиците более 40 лекарств на фоне пандемии. Ох, ох, ряда препаратов не хватает из-за того, что на них возник повышенный спрос после того, как их рекомендовали для лечения коронавируса. 42 препарата. Да, ребята. Вот такие дела. Сотрудники Белого дома, как утверждает издание «Аксиос», опасаются, что Дональд Трамп попытается отменить итоги выборов, захватить власть. Трамп до сих пор не признает победу на выборах Джозефа Байдена, который должен вступить в должность президента 20 января. Будем ждать 20 января. Чё, осталось месяц, ребята. От него можно любого психоза ожидать, понимаете. А россияне назвали размер желаемой пенсии, ну-ка, сколько? 45 тысяч. Это половина, так сказать, 45 тысяч. Ну, желайте, чё. Вот, Белл, новое расследование, а не новое вообще, 16 декабря, как глава СВР Сергей Нарышкин пользовался бассейном миллиардерна года Ниссанова в разгар войны в Карабахе. Да ну, чё, ну и пользовался. Господи, а тут прям вот так, не знаю. Чего? Таймер запущен. Это тоже Белл. Как поведёт себя коронавирус после начала вакцинации? Знаете, о чём тут разговор идёт? Самый опасный этап. В ходе частичной вакцинации механизмы эволюции начинают работать на выживание вируса, а значит, на снижение эффективности вакцин. Понятно, да, как пенициллина всё подряд лечат, и уже микробы многие, вообще им безразлично. Пенциллин, ну и другие антибиотики в смысле, да. Пентагон дал приказ о прекращении сотрудничества с переходной командой Байдена. Ещё позавчера я сказал, что ничего подобного не было. В Пентагоне об этом не слышали, а вот всё равно муссируют и долбят, и долбят, и долбят. Вот такие дела, ребята. Нет там ничего. Антонов подтвердил готовность России к прагматичному диалогу с США. Это какой Антонов? Несёт меня течение. Нет. Посоль. Посоль РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. Тьфу. Зле тогда это я отмечал. Во. Трамп с женой одинаково оделись для последнего праздничного фото в Белом доме. Ну чё, Трамп в бюстгалтере, что ли? Нет, одинаковая. Ой, Господи, это она брюки надела. Тьфу. Это неинтересно. Доктор Мясников назвал главные ошибки 2020 года. Да, первой ошибкой он назвал то, что в мире игнорировали все предупреждения о возможной мировой эпидемии. Ну, включая его самого, вообще-то говоря, и меня самого, да. Я сначала сказал, что это всё чушь. Так, он говорит, что до этого людей пугали лихорадкой Эбола и вирусом Зика, которые действительно оказались не так опасны. Я это помню очень хорошо, потому я сказал, что это очередная чушь. Следующей ошибкой стало то, что человечество взяло вирусную инфекцию и возвело её в ранг особо опасной. Мы начали с ней бороться так, что во многом лекарство оказалось хуже самой болезни. Я согласен. По его словам, из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи в 2020 году увеличилась смертность от других заболеваний, от хронических. До кого-то не доехала скорая, кто-то умер от инфаркта, кого-то пропустили онкологию, кого-то не вовремя прооперировали. Ну, в общем, ребят, я хочу сказать так, что он не говорит о том, что перед этим медицину долго убивали. И в России, в общем, в принципе, медицины вообще не осталось. И уж как они справлялись, бедные врачи, я не знаю. Ну и ладно. Так, решена судьба скандального памятника Алёнке. Снесут. Я тут видел где-то фотографию. Сейчас вот не найду просто. Да, вот Алёнка вот эта та самая, да, а вот Валентина Терешкова сейчас, да. Ребят, как две капли перцовки. Вы чего? Точно вот с ней рисовали. Так, Путин ошибся на пресс-конференции 14 раз. Больше всего неточности в высказываниях об экономике и эпидемии. А ему до такой степени вот наплевать, да. Ну это не так, это не так, то не так, да. Фиг с ним. Фиг с ним. 14 раз. Путин оценил уровень российской ядерной эстрады. Ой, триады. А что такое триада? Я думал, ядерная эстрада. Российская ядерная триада вышла на уровень, позволяющий обеспечивать безопасность страны. Ой, страны главный, не людей, страны. И ему на людей давно наплевать, ребята. Какая-то триада, гиперзвуковые. Ай. Сами всё знаете, да. Во. Германия планирует новые санкции против Российской Федерации после приговора по убийству в Тиргартене. Там убили гражданина Грузии, Дзеримхана Хангашвили. В убийстве подозревается россиянин. Да, ребята, новые санкции будут, ещё санкции. Больше санкций. Любимого перечислил самое посещаемое учреждение культуры с 2020 года. Это министр культурки. Помните, она в маечке фотографировалась, да пошли вы все и так далее. И она писала, что я, говорит, вообще никогда и никуда не хожу. Вот она перечисляет. Да, ну, ребята, это Россия, да, успокойтесь. Музей-заповедник Петергоф и Мариинский театр в Санкт-Петербурге стали самыми посещаемыми учреждениями культуры России в 2020. Среди музеев ТОП-7 Петергоф, Русский музей, Эрмитаж, Тротяковка, Царское село, Музей-заповедник Павловск и Пушинский музей. Среди театров Мариинка, Новосибирский, Малый, театр имени Вахтангова. Ну, в общем, вот так. Да, ходят люди, ходят. Самарский блогер отсудил у Навального крупную сумму денег. Вот интересно, оказывается, Навальный его где-то в своем ролике упомянул и фотографию показал без согласований. О, где-то тысяч на сто примерно, да. Девяносто тысяч за причиненный ущерб и пятьдесят в качестве моральной компенсации. Сто сорок тысяч. А меня используют в хвост и в гриву. Я никогда не дергаюсь, да, на плевать. Падение рубля еще на десять процентов. Легко, как санкции Байдена, обрушат российскую валюту. И это рассуждает дождь. Скоро их взорвут вообще к чертям, этот дождь. Потому что они такие вещи говорят. Соцсетям будет рекомендовано блокировать мат. А у меня блокируется мат, кстати. Вы обратите внимание, у меня мата нет вообще на канале. Ну там программка легенькая, раз и все. И весь мат перечислен. Вот. А вообще на Ютубе мат не блокируют. Там вот зайдешь куда-нибудь. Ох, ёо. Город встал. Огромные пробки образовались в Барнауле. Так. И почему? Аварии и метель. Ситуация 10 баллов, ребят. Пробки 10 баллов. То есть стоят. Даже назад идут. Трое мужчин избили семью на детской площадке Санкт-Петербурге. Приставали к девочкам, к несовершеннолетним. Они за них заступились. И в общем вот так. Петербург. Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией. Да. Всё сообщил оперативный штаб. С полуночи 22 декабря. Будет действовать пока неделю. Там видно будет. Новый штаб там, ребят. Худрук Яролаша Борис Грачевский заразился коронавирусом. Я его почему-то не люблю, ребят. Но есть люди, которых я не люблю. Вот он туда заходит. Грачевский. Он какой-то тошный. Профессор преображенности. Вот этого люблю. В США согласован очередной антикризисный пакет, по которому на прямые выплаты людям направят ещё 600 миллиардов долларов. Да. В России прямых выплат всему населению не было. Нет. И не предвидится. Да. Алексей Навальный. Это про кого он? А. Настоящий человек труда. Заявил, что купил огромное поместье в Подмосковье, продав двушку в Новокузнецке. Это какой-то Александр Бричалов. Отмечает свой день рождения руководитель фракции Единая Россия. А, это главный ядроз. Да-да-да-да-да-да. Продал двушку в Новокузнецке и купил поместье в Подмосковье. Нормально. О, чё? Ходорковский на твиттер. Личная жизнь Путина касается только его и его близких. Это Песков заявил. Тогда услуга за услугу сделайте так, чтобы путинская личная жизнь не касалась бюджета, госконтрактов и должностей. Ха. Тётя Роза. Казалось бы, для чего все эти немыслимые дворцы и яхты всех этих Сеченых и Миллеров? Это такой способ забыть, что они бывшие Шариковы. Хотя бывших Шариковых не бывает. Точно. Ох, как точно, тётя Роза. Сотник, сотник. Ну, чё сотник говорит? Мне нравится логика событий. Первое. Поднимаемся с колен. Второе. Крым наш. Третье. Не смешите Искандеры. Четвёртое. Давим вражью еду. Пятое. Карточки – голод. Да? Так оно и есть. Не знаю, кто-то к сотнику ходит ещё. Да ходит, наверное. У неё там полно народу. В маске и каске. Это на Твиттере. РФ – страна, которая поддерживает современные технологии. Карточки на продукты будут электронными. Так. Привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов, которые ничем, кроме анатомии от животных, не отличаются и даже превосходят их в беззащитности. И каждый новый день поражает новый ужас, зла и насилие. Это знаете откуда? Братья Стругацкие. Трудно быть Богом. Вот такие дела. Вы ведь понимаете, что вместе с 2020 годом пипец не кончится. В 2021 выйдет на качественный новый уровень. Я вчера в ролике Татьяна тоже перебивал. Говорю, а-а-а. В 2020 распрощаемся. А потом в 2021 будем вспоминать, какой это был счастливый год 20. Точно говорю. Вспомните меня, ребята. Я не пугаю, я не сотник, я не пугаю. Я говорю правду. Новый год в России. Ожидание. Улыбающиеся соседи несут тебе рождественский марципан, вино и запечённого гуся. Реальность. Упитая водярой Женя. Этажом ниже. От высокой любви пырнула под ребро Антона. И вы провели полночи в мусарне, давая свидетельствия и показания. Это Марина Молчанова так пишет. И последнее. Вот мне понравилось. Я вам картинку покажу. Называется «Сами не жили и вам не дадим». И вот тут вот на картинке интересно пыжиковые шапки. Но это точно вот какие-то из райкома комсомола. «Сами не жили и вам не дадим». Посмотрите картинку. И пока до завтра, ребята. С вами доктор Влад. И завтра тоже будет доктор Влад. Пока-пока. С вами был Игорь Негода.